Всем привет, с вами Александр Тулупов. В этот раз будем учиться получать из этого это. Попробуем понять, как сделать из обычной фотографии что-то вроде рисованной картинки или скриншоты из видеоигры. Давайте приступать. Начнем с того, что подобные техники, скорее всего, юзает достаточно известный питерский ретушер и фотохудожник Зорик Истомин. Почему я говорю скорее всего? Потому что с ним лично на эту тему я не общался и на мастер-классе у него не был. Но могу предполагать, полностью повторять его работы мы не будем, о своих техниках уверен он вам на МК расскажет. Плюс у него там своя атмосфера, да и помимо общей визуальной составляющей он много времени уделяет компостингу и всякого рода коллажированию. Об этом мы тоже поговорим, но в следующих уроках. А сейчас давайте возьмем любую фотографию с более-менее объемным светом. Моя девушка сфоткала меня, когда на улице был закат на пасмурном небе, поэтому свет сильный, но из-за облачности достаточно мягкий. Сначала надо обязательно сделать всю предварительную ретушь. Разглаживать надо достаточно агрессивно, чтобы убрать неровности и придать коже гладкий как бы мультяшный вид. Но общую фактуру, конечно, оставить, мы ее еще усиливать будем. Далее нам надо вытянуть информацию из теней. По-хорошему это надо было бы сделать в лайтруме ползунком Shadows. Но я почему-то этого не сделал. Ну и ладно. Тогда дублируем слой и погнали в Image, Adjustments, Shadows, Highlights. Ползунок Shadows выставляем на глазок, лишь бы создался такой фейковый HDR вид. И по черной масочке прорисовываем шапку, балахон, немного глаза и чуток подбородок, так как у нас планируется дополнительный свет снизу. Зачем вообще доставать информацию оттуда? Ведь проваленными в меру тенями фотография смотрится значительно объемнее. А нам-то как раз и не нужен этот лишний фотографический объем. Нам нужна картинка скорее с повышенным локальным контрастом и деталями в тенях, чтобы она выглядела как скриншот из игры. Кривыми делаем вытащенные детали контрастнее. И теперь подготавливаем уже все изображение к дальнейшей работе. Убираем насыщенность. И так как при неполном обесцвечивании кожи белого человека, а именно оттенки ближе к красному становятся розоватыми, то инструментом Color Balance в средних тонах убираем Маженту немного. Теперь давайте достаточно глубоко усилим фактуру. Опять же, это нам очень поможет в достижении мультяшного лука. Нам надо объединить все слои на новом комбинации Command-Alt-Shift-E. Обесцветить с помощью Command-Alt-U. И перевести это в контрастный режим наложения. Нам подойдет Overlay. Получился такой очень печальный в хорошем смысле слова Bleach Bypass Effect. Но о нем поговорим в другой раз. У нас не те задачи пока что. Сильно увеличим. И что мы видим? Шум. Если мы будем усиливать с таким шумом, то он нам собой всю картинку засыпет. Нам такого не надо. Поэтому давайте от него избавимся просто в лоб. Заблюрим где-то на 3 пикселя. Да и от этого еще более мультяшный вид получится. Дублируем этот слой, так как фактуру будем усиливать в 2 этапа. Верхний скрываем, а на нижний накладываем фильтр High Pass с большим радиусом где-то 10 пикселей. По черной маске прорисовываем его действие только на лицо и немного на шапку. Ко второму слою также применяем High Pass. И значения ставим еще больше. Порядка 25 пикселей. И по маске прорисовываем только детали на лице и шапке. Можем даже Opacity не убавлять. Такой перебор тут только в тему. Старайтесь особо не трогать места, которые вне фокуса. Там такой локальный контраст будет излишним. Объединяем слои в группы для порядку. И под группой с фактурой сейчас будем прорисовывать верхний свет и маленькие детальки. Верхний свет и тени прорисовываем на слое Soft Light большой кистью с мягкими краями. Просто аккуратно рисуйте достаточно большими пятнами. А вот прорисовывая мелкие детальки и блики на новом слое Soft Light работайте кистью меньшего диаметра и аккуратно, но с достаточно сильным нажимом прорисовываете блики и тени на более мелких участках. И чем аккуратнее и четче вы это сделаете, тем больше рисованная будет получаться картинка. Объединяем эти два слоя в группу и двигаем дальше. На повестке дня дорисовывание дополнительного источника освещения со всеми вытекающими. Я не хочу про это рассказывать, мне лень. Объясняй. Ладно. На новом слое Soft Light мягкой кистью насыщенным циановым или около того прорисовываем детально, куда будет падать свет. Подбородок, губы, нос, глаза, немножко шапка. Кистью прорисовываем, ластиком стираем лишнее. На новом слое Soft Light прорисовываем блики у тех областей, куда мы дорисовывали циановый свет. После на новом слое опять же Soft Light прорисовываем волоски на подбородке, а то там слишком гладкая поверхность получилась. Рисуем белым цветом и жесткой кисточкой с настроенной зависимостью диаметра от силы нажатия. То есть чем сильнее мы давим на перо, тем толще получается мазок. После прорисовки волосков сверху всю эту поверхность немножко подшумим. Как добавлять шум тут рассказывать не буду, чтобы не затягивать. И на еще одном Soft Light слое прорисовываем менее детальные зеленые рефлексы на толстовке, щеках, шапке, ну и вообще на всех теневых поверхностях на лице, куда мог бы долезть циановый свет. И поверх на новом слое Screen дорисовываем циановое пятно свечение снизу и убавляем у него яркость. Ну и плюс его тоже немного подшумим. Вот в принципе и вся технология дорисовывания яркого насыщенного света. Все предельно просто, не так ли? Сейчас я дорисовываю еще один источник света для большей атмосферности. Ярко-красный. Схема точно такая же, поэтому я не стал об этом подробно рассказывать. И как раз прям вот к этому моменту я уже должен закончить. Объединяем все эти слои в группу и смотрим, что получилось. Ну, вполне себе да. Теперь осталась зубочистка. Любит Зурик зубочистки подрисовывать. И финальное тонирование. Форму можно обозначить полигональным лассо. Закрашиваем эту форму в какой-нибудь бледно-оранжевый цвет и на новом слое Soft Light с обтравочной маской прорисовываем у нее тень. И не забывайте и под зубочисткой нарисовать тень. Тоже на Soft Light. И снизу свеченьку цановую тоже дорисовать надо. Уменьшаем немного у самой зубочистки насыщенность и немного зашумляем. И последний штрих – цвет. Здесь тоже есть важная фишка для получения как будто бы рисованного изображения. Нужно сузить динамический диапазон картинки, чтобы цвет и свет смотрелся мягче, чтобы не было резких перепадов в яркости. Сначала давайте немного затемним края, чтобы еще больше внимания сконцентрировать на центре. Просто гнем кривую вниз и по черной маске прорисовываем затемнение там, где необходимо. Теперь давайте немного затемним средние тона, чтобы больше проявить объем. Тени и светлые участки оставим приблизительно на том же месте и чуть опустим точку белого, тем самым чуть скомпрессировав тона на снимке. И в финальной кривой гнем S-образно зеленую, добавляя в цвета желтоватых оттенков, а в тени пурпурного. И в красной кривой добавим в тени немного цианового, а света вернем на место. Синий кривой точку белого сильно опустим, тем самым окрасив самые светлые тона в желтый. И для еще большей компрессии давайте в RGB кривой точку белого опустим, а точку черного поднимем. Вот в принципе и все. Зорик еще любит дорисовывать потертости, царапин и остальных текстурных радостей, но мне тут почему-то не захотелось. Ну, разве только шума кинуть еще сверху. Шум, да. Шум я люблю везде вообще. Давайте теперь сравним. Да. Портрет обычного человека, занимающегося в жизни не пойми чем. Ничего интересного. После. О, это какой-то замечательный рисованный супергерой с одним фонариком снизу, а вторым за макушкой. Радуемся результату. Друзья, с вами был Александр Тулупов. Если вам понравилось видео, то поделитесь ссылкой с друзьями. Не забывайте подписываться на канал и ставить большие пальцы вверх. Услышимся в скором времени. Всего хорошего.